Всем привет, мои дорогие! Наше с вами путешествие по Алтаю продолжается. Сегодня мы едем в сторону Чимала, например, на Чимальскую ГЭС, но по дороге увидели вот такой подвесной мостик, и я просто не удержалась, чтобы... Он действительно, знаете, шатается, никого на нем нет. Как сказала моя подруга, наверное, неспроста. Ну, видите, за мной Катунрика. А кто еще не помнит, кто я, как вы здесь оказались на этом канале, я вам расскажу, что я Лара из Махмутлара. Мне 58 лет, я из города Новосибирск, и собралась переезжать на постоянное место жительства в Турцию. Я прожила там 2 месяца, про это у меня есть видео. Месяц я была в Анталии жила, снимала квартиру, месяц я жила в Махмутларе, тоже арендовала квартиру. Про то, как я там жила, вы можете посмотреть мои видео, но сейчас я на 3 месяца приехала в Россию, уже осталось полтора месяца. Скоро мы начнем уже прям плотно собираться, но сейчас пока вот я поехала на отдых на Алтай, и поэтому знакомлю вас всех, кто еще не был на Алтае, а ведь очень многие не были на Алтае. И показываю, как можно отдохнуть на Алтае. Недорого, но и в то же время очень продуктивно и очень интересно, потому что уже в предыдущих видео я вам показывала, куда можно съездить, допустим, чтобы это бюджетно, да, не заплатив ни копейки. Мы там ездили на Манджирок, мы ездили... Куда еще мы ездили? Куда-то еще мы ездили, да? Вы все знаете уже, про это у меня есть видео. Вот. Ну а сегодня, как я уже сказала, мы с вами едем на Чамал. Там я тоже буду снимать видео. Ну а сейчас попробуем пройти с вами по мостику. Мостик подвесной, через широкую. В этом месте, видите, какая котунь большая. Вот. И мостик, вот я иду, он шатается, я держусь. Ну видите, со всех сторон ограждение. Мостик шатается. Я спросила, можно ли здесь, ну подумала, может быть здесь что-то тоже интересное, к чему-то ведет мостик. Но сказали, нет, это просто пешеходный мостик. Вот там, если вы видите, там есть домики. И, наверное, он ведет просто туда. Потому что, ну, все, кто здесь вот стояли на машинах, они сказали, что просто остановились. Ну, наверное, тоже посмотреть, как мы этот мостик. Ну, во всяком случае, посмотреть этот мостик стоит, потому что интересно. Он такой, знаете, я стою, он качается. Когда еще и посмотрел. Кстати, где-то есть здесь старый Айский мост. Это на озеро Ая. И там тоже есть подвесной мост. Но вы знаете, сколько раз были мимо, я ни разу его не увидела. Но если вы знаете где, и если вы хотите узнать, допустим, не знаете, то спокойно можете это сделать. Вот. А я вам показываю, смотрите, какая река красивая. Какие за мной горы. А горы тут действительно великолепные. Вот мы сейчас с подругой ехали, и я ей говорю, вот ты понимаешь, чем мне нравится Турция, вот тоже там такие же горы, такой же просто обалденный, что называется, дышаться невозможно. Такой воздух, который прям вот, хочется дышать полной грудью, настолько он классный. И вот здесь только точно так же, но только здесь для меня не хватает цветов, ну и местами плохие дороги. Вот. А так, в принципе, любуйтесь. Кто у нас не был на Горном Алтае, кто из моих дорогих подписчиков не был, вот, смотрите, да. И в сторону Чимала есть такой замечательный мост. Ну все. А мы поехали дальше. Сейчас я попробую. Слушайте, ну на самом деле страшновато идти, потому что мост прям под моими ногами качается. Нет, я держусь. Я так не могу идти. Ну все, поехали. Просто не удержалась, чтобы, посмотрите, прям такое огромное дерево. Это, я не знаю, ель, кедр, ну не кедр, точно маленькие шишки. Смотрите. Очень красиво. Ну вот что сказать. Если красиво, то по-честному красиво. Если получится заснять вот то, что я планирую, если у меня на это хватит телефона, то вы увидите прям замечательные виды. Вот видите, там такие горы красивые. Смотреть. Ну, как я еще раз повторюсь, воздух тут обалденный. Так что всем рекомендую Алтай. Сейчас сказала, всем рекомендую Алтай, но это только тем, кто не хочет поехать в Турцию. А все, поэтому на Алтае очень здорово. Ну а мы поедем в Турцию. Будем вам оттуда сделать видео. Вот, наконец, мы доехали. Здесь, видите, проход на остров Патмос. И туда идет крутая дорога вниз. Вниз-то еще ничего идти, а обратно мы поднимались. Но это, конечно, кино и немцы. В одном месте были лавочки. Мы отдохнули и потом с небольшими переходами поднимались. Ну, конечно, молодежь бежит быстро, им хорошо. А мы поднимались медленно. Но хочу сказать, что все равно поднялись. И это того стоило. Спустившись вниз, мы посмотрели, что там целый... Это женский монастырь, и поэтому все там сделано. Там есть музей. Там есть захоронение первого основателя. Тогда это была женская община. Вот, мы зашли, конечно, в музей. Музей тоже бесплатный. Вот, мы хотели зайти сюда в церковь, но церковь была закрыта. Музей, на наше счастье, был открыт. И мы посмотрели. Музей как раз основания этой женской чимальской общины. Здесь фотографии на стенах первого, скажем, первого настоятеля. Вот, много всяких... Вот здесь, видите, работы художников, авторские работы. Это фотография, это фотография, а там дальше есть еще нарисованные работы. А там внутри... Вот здесь, видите, чимальская община. А там внутри есть фотографии нашего последнего патриарха, когда он сюда приезжал. С ним тоже здесь сфотографировались всем. Вот, очень интересная женщина-экскурсовод. И много рассказывала. Вот здесь книга у них отзывов. Может быть, пожелания. Я написала, что... Это вот я пишу как раз о том, чтобы сохранили мир во всем мире, и чтобы все были счастливы, здоровы. Ну, я не знаю, я почему-то всегда в таких местах обязательно оставляю какую-то память о нас, о себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И, побывав в этом музее, мы отправились на остров Патмос. К нему ведет вот такой подвесной мост. Вокруг острова река Чемал. Река тоже с сильным течением, потому что, конечно, как и все реки здесь, это река горная. Вот видите, я издалека сняла. А сейчас мы с вами пойдем туда. Это вот уже мы с вами идем. На это тот остров Патмос. Я искала, где бы взять платочек. Ну, никто мне не при входе в церковь, там нельзя было снимать, поэтому я не снимала. Но никто мне не спросил ни платочек, ни колени у меня были прикрыты. Единственное, у меня были открыты плечи, но на это никто не обратил здесь внимания. Вот. Мост тоже подвесной, но уже более крепкий, чем тот, который мы с вами смотрели вначале. И, как я уже сказала, сейчас никто не смотрит, сколько человек сюда зашло. Люди тут, ну, вот, это я вам показываю, что мы с вами точно сюда идем. Не кто-то, а мы с вами. Вот. Это сама церковь. Вы знаете, там, конечно, очень намоленная энергетика чувствовалась очень сильная. Я села, посидела. А тут я вам, знаете, снимала, сколько идет народу и молодые, и женщины в возрасте, и люди в возрасте. И очень многие сюда идут. Вот говорят, что очень сильно намоленная икона Богородицы. И я для себя нашла, как открыла икону Николая Чудотворца. Я его очень уважаю как человека, который был на самом деле. В Турции, кстати, есть монастырь, где он был настоятелем. Мои дорогие, не могла удержаться, остановиться, чтобы для вас не снять эту невероятную красоту. А внизу, вот там отсюда, вам не очень видно, но поверьте, вот там река, ну вот она, да? Это река Чимал. Мы сейчас через мост проезжали, но там нельзя было остановиться. Но мне очень хотелось показать вам, смотрите, как красиво. все, поехали дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Специально нашла этот вид для вас. Не смогла не снять. Смотрите, это река Чимал. Чимал. Просто везде ограждения стоят, что нельзя подъезжать к реке, ну по дороге, потому что едем по серпантину, а здесь есть такой хороший спуск, и я просто, ну не могла вам ее не показать. Посмотрите, там какая красота и вдалеке, и... Надеюсь, что у вас будет такое же восхищение, как у меня. И я не зря сняла для вас еще и этот вид. А сейчас получилось, что можно еще снять, потому что мы едем, я подруге говорю, слушай, ну мы точно столько не ехали вдоль реки, мы едем не туда, и короче, 30 километров, мы уехали в другую сторону. Все, сейчас нам надо вернуться и в другую сторону поехать. Все, поехали мы. А на обратной дороге нас застал дождь, сильный дождь, вот здесь не очень видно, но был очень сильный дождь, я попросила подругу, она у меня молодец, она стала, я ее прошу, ты поснимай мне, пожалуйста, потому что я же не могу, но виды красивые, и вот этот туман в горах очень красиво, и мы даже порадовались, что 7 июля, мы снимали вчера, 7 июля, вот так, у нас, скажем так, вселенная тоже помыла, да, убрала с нас весь негатив, и мы с радостью, прям, ну и снимали, видите, как красиво, вот этот туман на горах, все, короче, у нас день вчера состоялся, и хорошая церковь, церковь, и дождик, все, как доктор прописал, чужие роли, чужие песни не стану петь, и осуждать меня не стоит, ведь я такая, какая есть, Бессовестно красивая, Бессовестно влюбленная, Бессовестно счастливая, Мечта неокрыленная, Бессовестно красивая, Бессовестно влюбленная, Бессовестно счастливая, Мечта неокрылённая Я не играю, не притворяюсь Моих ошелёк не перечесть Но в моём счастье опять влюбляюсь Ведь я такая, какая есть Ты совестно красивая Ты совестно влюблённая Бессовестно счастливая Мечта неокрылённая Бессовестно красивая Ты совестно влюблённая Ты совестно счастливая Мечта неокрылённая Ну вот, мои дорогие, мы с вами побыли Сегодня на острове Патас Это на Чемале находится этот остров Он входит в состав женского монастыря И на нём церковь Иоанна Богослова Вы знаете, там снимать видео и фото нельзя было Но меня настолько поразили иконы Иконы, конечно, туда принесённые Они нарисованы были на камне И по правде сказать Я уже, наверное, не раз говорила Как я отношусь к религии Во Вселенную я верю Я верю в высший разум Для меня, как я всегда говорила Религия и вера Это разные вещи Но здесь, в этой церкви Я ещё раз почувствовала Вот в том месте, где большое количество людей И где большое количество, скажем, энергии Там, конечно, связь с космосом Для меня невероятно сильна И вот побыв в этой церкви Я, конечно, посидела там Почувствовала вот эту энергетику И была очень рада тому Что я побывала здесь Просто на Чемале я уже была Но была там, где Чемальская ГЭС И в тот момент я считала, что Ну, мне абсолютно не нужно Бывать здесь Ну, я всегда смеялась Столько я не грешила Ну, пришло определённое время Когда я поняла, что Ну, сейчас мне нужно побывать здесь И вот мы от нашей базы отдыха Ехали, наверное, полтора часа Ну, там километров 70 Ну, просто мы ехали потихоньку Ещё смотрели окрестности Потому что была очень красивая природа Обалденно красиво Это можно снимать целые фильмы Только об одной природе Вот, но я хотела вам сказать Что я ни минуты не пожалела Что сюда приехала А как всегда хочу вам сказать Что, так как мы выбираем отпуск Отдых, да, для российских пенсионеров Поэтому хочу сказать, что вход сюда Абсолютно бесплатный Вот, конечно, если вы захотите Купить там свечи или что-то Ну, это ваше право Вы там посмотрите Мы побывали в музее Я тоже вам показывала Да, нам очень интересно рассказала Там экскурсовод, женщина Ну, она тоже Мне неудобно было снимать её И я сняла только вот, ну, стены музея Она интересно рассказывает как раз про эти иконы Сказала, вы сходите обязательно Я туда прошла, вы видели, под мясному мосту, да Ну, ещё раз повторюсь Ни минуты не пожалела Вообще, такая экскурсия Или что это такая наша поездка Получилась такая насыщенно Эмоционально и энергетически Я вам точно хочу сказать Поэтому, если кто-то приезжает Она приедет из вас на Горный Алтай Вы знаете, что сюда можно сходить Абсолютно бесплатно Вот, посмотреть абсолютно бесплатно Помолиться, кто молится Абсолютно бесплатно Вот, ну, я не то, что приглашаю Но я говорю, что если вы будете на Алтае То сделайте себе доброе дело Приезжайте сюда Ну, а у меня на сегодня всё Если мы не поедем Мы сейчас хотим просто в музей пионов съездить Но, возможно, он будет уже закрыт Если он не закрыт, мы съездим Я допишу видео А если нет, то, как всегда, приглашаю вас Подписывайтесь на мой канал Как всегда, приглашаю Читайте мои посты в Инстаграм Там моя группа называется Лора Туркиш Ну всё А я прощаюсь с вами на сегодня Всегда ваша Лара